В возрасте 34 лет, на серсидике успешный бизнесмен сделал свой первый миллион, но деньги уже ничего не значили для него на смертном адре. При диагностировании выяснилось, что у него был наихудший случай заболевания, опоясывающий герпес когда-либо встречающийся в практике врачей в больнице общего типа Г, Торонто. Его иммунная система отказала, и доктора оставили его умирать. Следующим утром я очнулся в стерильной комнате на восьмом этаже больницы, моя кожа горела так, как будто кто-то облил меня бензином и зажег спичку. Я чувствовал себя в окне изнутри. Мой врач приехал и посмотрел на меня с удивлением. Валдери умножаются так быстро, что я в буквальном смысле вижу, как они растут. Сказал он, ваше тело не борется. На следующее утро в дополнение к опоясывающему герпесу, у меня появилась ветряная оспа с головы до пят. Меня поместили в строгую изоляцию. В тот вечер моя температура поднялась до 42 градусов, достаточно горячая для того, чтобы мой мозг постоянно находился в состоянии агонии. По жизни я был смелым, самоуверенным и идущим на риск человеком. Но перед лицом смерти я был напуган. Я понятия не имел, что ожидает меня на другой стороне. Я был воспитан как мусульманин в Лондоне, Англии, и я понял, что Аллах это не Бог, который исцеляет. Моя единственная надежда была на медицину. В конце концов, я так близко приблизился к смерти, что докторы не знали, мог ли я их слышать, когда они осматривали меня. Его иммунная система просто не работает, говорили они. Он умирает, подтвердили другие. Его иммунная система, должно быть поставлена под угрозу из-за спида. У меня нет спида. Я хотел кричать, но не мог и слова выговорить. Это ударило по мне. Он сказал, что я умираю. Врачи тихо разговаривали с моей коллегой Анитой. Через несколько часов он умрет, сказали они. Если даже каким-то чудом он выживет, он, возможно, останется слепым на правый глаз, глухим на правое ухо, парализованным на правый бок и его мозг может быть очень сильно поврежден из-за высокой температуры. Затем они ушли. Они оставили меня здесь умирать. Я чувствовал себя тонущим человеком, который шел вниз в третий раз. Собрав все свои силы, я прошептал в молитве. Бог, если ты есть, не дай мне умереть. В его присутствии, в самый темный час ночи, я проснулся и увидел человека у подножия моей кровати. Лучи света исходили от него так, что позволили мне увидеть его контур. Я не мог видеть его лица, он был слишком ярким. Никто не говорил мне, но я знал, что это был Иисус. Коран упоминает Иисуса. Мусульмане верят, что он жил, но не как Сын Божий, а как хороший человек и пророк. Я знал, что это не был Мухаммед. Я знал, что это не Аллах. Иисус был в моей комнате. Страха во мне не было, только мир. Почему ты пришел к мусульманину, тогда как все остальные оставили меня умирать. Поинтересовался я. Без слов, он сказал мне, я есть бог христиан. Я есть бог Авраама, Исаака и Иакова. Это все, что он сказал. Он ничего не говорил ни о моей болезни, ни о неминуемой смерти. Так же внезапно, как он появился, так же он и исчез. На следующее утро те же самые два доктора пришли обследовать меня. Валдыри перестали расти. Мы не знаем, что случилось, но вирус опоясывающего герпеса вошел в ремиссию. Временное ослабление болезни. На следующий день, все еще испытывая боли, покрытые волдырями, я был выписан из больницы с чемоданом лекарств. Не выходите из дома, предупредил меня врач. Потребуется несколько месяцев, чтобы все волдыри исчезли и когда это произойдет, у вас останутся белые пятна на коже и шрамы. Боль может продолжаться несколько лет. Выйди на улицу, в лучах утреннего солнца, я выглядел как нечто среднее между прокаженным и человеком-слоном. Когда люди видели меня, они переходили на другую сторону улицы. Тем не менее, я не был сконцентрирован на своем внешнем виде, а мои мысли были об Иисусе. Я нисколько не сомневался в том, что это присутствие Иисуса остановило этот вирус герпеса. Кем бы ни был там Иисус, но в его присутствии случилось чудо. Этот случай заставил меня призадуматься над вопросом, является ли Иисус сыном Бога, как утверждают христиане или он просто пророк, как меня учили. Несмотря на это, я заснул тревожным сном, все размышляя об Иисусе. Учусь жить. На следующее утро я проснулся рано и включил телевизор. Переключая каналы, я замер, когда увидел следующие слова на экране, является ли Иисус сыном Бога. Я слушал внимательно, как двое мужчин в течение всей программы обсуждали этот вопрос, отвечая на все мои вопросы. Перед тем, как закончить программу, один из мужчин ввел зрителей в молитве. Мое тело было в огне, но все равно я преклонил свои колени на полу своей гостиной. Слезы покатились по лицу, я повторял молитву и пригласил Иисуса в свое сердце. Точно же во мне возникла жажда духовного голода. Мне нужно узнать больше об Иисусе. Несмотря на предписание врачей оставаться дома, на следующий день я вышел и купил Библию. Первым делом я почитал книги Матфея, Марка, Руки и Иоанна. Все еще не насытившись, я начал читать книгу Бытия и прочитал всю Библию в течение моих бессонных ночей. Тем временем Анита купила мне книги и обучающие кассеты с толкованием Евангелия. Я глотал их, изучая тем временем Слово Божье. И как начало расти мое понимание веры, я вырисовывал картины и представлял себе, как выглядел до болезни. Я молился и просил Бога, чтобы Он помог мне выглядеть таким, как раньше опять. Иисус, мой целитель. Неделю спустя после моей выписки из больницы, я проснулся и обнаружил, что моя подушка покрыта волдырями. Я должно быть расцарапал их во сне, подумал я. Я вылез из постели и пошел принять душ. То, что началось на подушке, было закончено в душе, каждый волдырь упал с моего тела. Вместо покрытия белыми пятнами и рубцами, моя кожа стала просто красной и необработанной. Она медленно исцелялась, возвращаясь в первоначальное состояние до заболевания. После исцеления я не только выглядел как нормальный человек, я выглядел так, как прежде до болезни, кроме шрамов, которые я все еще ношу на груди. Ни одно из мрачных прогнозов врачей не сбылись. Мое зрение было 20 дробь 20, слух был в норме. Моя речь была полноценной и повреждением головного мозга я не страдал. Мое исцеление было сверхъестественным, быстрым и полным. Я никогда не страдал от затяжной боли или любым другим осложнением. Я не только имел самый худший случай заболевания опоясывающего герпеса, когда-либо имеющий место во врачебной практике больницы общего типа Г, Торонто, но и также я имел самое чудесное выздоровление. Иисус, Бог-христиан, явился в больничной комнате умирающего мусульманина и исцелил меня. Но не это было самым большим чудом, которое он исполнил. Преобразования, произошедшие в моем сердце, стали еще более волнующими и яркими, чем это произошло в моем теле. Международный учитель и евангелист, Дер Насир Сидики,